Здравствуйте! Родильный дом имени Самойловой открыт 7 июня 1923 года в старом небольшом одноэтажном доме на углу улиц Воскресенской и Чумбарова-Лучинского. С этого момента и началась история родильного дома, которому было дано имя пламенной революционерки Конкорде Николаевны Самойловой. Сегодня руководит этим старейшим учреждением родовспоможения Виктория Карамян. Здравствуйте, Виктория Григорьевна! Здравствуйте! За 90 лет, конечно, наверное, ничего уже не осталось того, что было, все изменилось в роддоме. У вас сегодня столько направлений, все ли необходимо? Напротив, не только не осталось ничего, а осталось все, что было и приумножилось. Безусловно, открыты новые отделения, старые реорганизованы, они стали большими, красивыми и, собственно говоря, сам Самойловский родильный дом сейчас располагается не в одноэтажном здании, как вы сказали, а в самом большом, пожалуй, здании родильного дома Архангельской области. Сколько у вас сейчас сегодня отделений на сегодняшний день? Отделений, центров, направлений? На сегодняшний день у нас родильная, гинекологии, патологии, новорожденных, реанимации, послеродовая, центр планирования семьи, женская консультация, дневной стационар, кризисный центр для беременных. Надеюсь, что я ничего не забыла. Меня, знаете, заинтересовал центр планирования семьи. Востребовано ли это сегодня направление? Почему роддом занимается еще вот этой деятельностью? Полное название центра планирования семьи – это центр планирования семьи и репродуктивного здоровья. И вот определение само репродуктивного здоровья, оно и определяет деятельность центра. Репродуктивное здоровье – это не просто отсутствие болезней или отсутствие недугов, а это полная система благополучия умственного, физического, социального, благополучия всех вопросов в системе репродукции, то есть в системе рождения. И вот всеми этими вопросами занимается центр. Вопросами информативности пар супружеских, вопросами консультации супружеских пар, ну и, конечно, оказания медицинской деятельности. Репродуктивное здоровье зависит от наследственности, от образа жизни и наличия вредных привычек, от санитарной культуры и санитарных навыков, от социальной сферы и только в 10-15 процентах непосредственно от медицинской деятельности. Я знаете, почему спросила? У нас ведь не принято обращаться куда-то с планированием семьи, заниматься наследственностью, как вы сказали, изучать это. Напротив. Растет уровень жизни наших граждан и поэтому повышается культура отношения к себе и к своему здоровью. И поэтому деятельность центра планирования семьи сейчас очень востребована. Вопросов подобных тому, вот я хочу забеременеть и какие мне для этого необходимы обследования. Мы слышим все чаще и чаще записаться в центр, стоять в очереди для того, чтобы получить подобные консультации. К тому же современная женщина не может считать себя свободной, если она не в состоянии отвечать и руководить своим собственным организмом. Ведь планирование семьи это планирование количества детей, времени их рождения, интервалов между рождениями этих детей и вот такие вопросы должны решаться совместно с семьей или хотя бы одной женщиной для того, чтобы родить здорового ребенка, сохранить собственное здоровье, да и в конце концов осуществить все свои жизненные планы. Но это очень радует. То есть подход к рождению ребенка стал более ответственным? Да, конечно. С уверенностью это можете сказать? В большей степени да. Конечно, есть тот социальный уровень женщин, с которым мы сталкиваемся, но в общей массе востребованность вопросами планирования семьи стала значительно выше. Но однако же нельзя обойти такую проблему, как отказники. И ведь у вас подписывают именно вот это решение, да? Это, наверное, для вас всегда стресс. Вы знаете, первое время, когда я подписывала эти документы, у меня наворачивались на глаза слезы, что вот ты сидишь сейчас здесь, росписью пера решаешь судьбу человечка, который буквально этажом ниже находится. Но у нас в Центре планирования семьи, кстати, ведет еще беседы отец Даниил, это настоятель Успенского собора. И вот подобную фразу я сказала ему. А он мне сказал, да что вы, Виктория Григорьевна, радуйтесь, что ему подарили жизнь. То есть, что женщина не сделала аборт, а родила этого ребенка. Мы этих отказников крестим у себя же в родильном доме и так переводим их в детский дом. И вот на базе Центра планирования семьи у нас существует кризисный центр, который занимается как раз вопросами убеждения женщин в сохранении беременности и в отказе от абортов. Даже в тех случаях, когда женщина хочет отказаться от ребенка, наверное, слова отца Даниила ей бы были очень кстати. То есть получается ситуацию повернуть вспять, да? Вот я о кризисном. Я бы не сказала так конкретно, чтобы повернуть ситуацию вспять. Наверное, воздействовать на нее каким-то образом, да. За прошлый год, вот по статистику назову по нашему родильному дому, за прошлый год у нас было 25 отказных детей. За полгода в этом году их 5. Найти здесь какую-то закономерность очень сложно. Но вот все-таки значительное уменьшение. Безусловно, со всеми мамами, которые отказываются от своих детей, работают наши психологи. Это работники, квалифицированные работники кризисного центра беременных. И не скажу, что часто, но им удается изменить мнение мам. Я говорю скорее здесь о тех мамах, это о девочках, приехавших из области, оказавшихся без жилья, в общежитии, без материальной поддержки, без моральной поддержки. Вот поверить в себя и мобилизовать внутренние возможности и ресурсы таких женщин психологам удается. Что же касается социального уровня женщин, у которых уже множество детей находятся в разных родильных домах, которые поступают к нам часто в алкогольном опьянении, а дети рождаются с абстинентным синдромом, да, психологи с ними работают, но, наверное, и не стоит уговаривать их забирать этих детей, думая о будущем этих детей. Ну, знаете, а вот есть уже процент женщин растет, которые отказываются от ребенка ради карьеры, вполне с благополучными условиями. Мы не сталкивались с подобными случаями. Слава Богу. Наверное. Скажите, здоровье будущих мам Архангела Города, как вы оцениваете? К сожалению, ничего оптимистичного по этому поводу я сказать не могу. Вот я посмотрела годовые отчеты за последние пять лет, и вы знаете, индекс здоровья беременных у нас ноль. То есть за пять лет у нас прошла всего лишь одна здоровая беременная женщина. А что вы называете стопроцентно здоровая женщина? Это женщина, которая не имеет ни одного диагноза. К моменту планированной беременности, возникновения беременности, к сожалению, практически каждая женщина уже имеет груз из двух-трех хронических заболеваний. Даже 20-летние, еще не достигшие 30 лет. Да, даже 20-летние. Это чаще всего бывают аномии, то есть снижение гемоглобина. Это именно на севере присущие? Ну, мы говорим о данных нашего Самойловского родильного дома. И вообще для севера, да, это характерно. Аномия – это также инфекционные заболевания половой сферы, которые не всегда обусловлены наличием половых контактов. Вот даже так. Поэтому, увы, вот такие данные. Женщины не здоровеют. Ну, а как гласит народная мудрость, да, плохое семя не даст, к сожалению, хорошие плоды. Значит, и процент рождаемости здоровых детей, он все-таки уменьшается? Безусловно. Процент рождаемости здоровых уменьшается. И процент нормальных родов уменьшается. За последние также 4-5 лет растет процент преждевременных родов, растет процент невынашивания. И здесь бы я очень хотела сказать, прежде всего, о здоровом образе жизни, об отказе от алкоголя и, что, казалось бы, может, многим кажется, менее вредного курения. Потому что 80% курящих женщин недонашивают беременность. А недоношенная беременность, это обязательно сопровождается, преждевременные роды обязательно сопровождаются рождением нездоровых детей. Но вот так распространенное в последнее время кесарево сечение, да, рождение посредством кесарева, правильно я идеально называю? Да, совершенно верно. Ведь, на мой взгляд, не знаю, раньше мы как-то даже и не слышали о том, что уже, не знаю, какие надо показания иметь, чтобы вот тебе поставили кесарева. А сейчас это сплошь и рядом. Да, это очень больной вопрос. Это перестраховка врачей или что это? Это очень больной вопрос. Наверное, все-таки есть какая-то доля правды в том, что вы сказали, безусловно, но без показаний кесарево сечения делать никто не будет. Конечно, очень низкий индекс здоровья беременных женщин. Развитие родов происходит таким образом, что приходится прибегать к кесаревому сечению. А первое кесарево сечение или уже сделанное кесарево сечение в последующем очень большой процент, очень большая вероятность того, что и следующие роды будут закончены оперативно. Но вы не за такое? Конечно, нет. Не за такие роды? Конечно, нет. Но в данной ситуации, во многих ситуациях приходится прибегать к кесаревому сечению во имя спасения как жизни ребенка, так и жизни матери. Делать кесарево сечение потому, что это проще и это легче, конечно, никто не делает. Конечно, нет. Процент детской смертности, безусловно, стал ниже, если уж сравнивать с последующими годами. Однако же к вам едут со всей Архангельской области. Не потому ли это, что закрылись у нас роддома в маленьких поселках, деревнях, маленьких населенных центрах, пунктах? Это очень больной и очень обсуждаемый вопрос о централизации медицинской помощи. С 2011 года мы стали работать по новым критериям живорождения, когда мы стали выхаживать детей в России с 22 недель беременности и с весом 500 грамм и более. Безусловно, для выхаживания таких детей требуются очень большие затраты, очень дорогостоящая технологичная аппаратура. И обеспечить все родильные дома такими условиями, так же, как и профессиональными кадрами, невозможно на данном этапе, во всяком случае. Поэтому была принята система трехуровневой градации родильных учреждений. И наш родильный дом является третьим высшим уровнем учреждения родильных. И профилирован он по преждевременным родам и невынашиванию беременности. Поэтому основное количество преждевременных родов, прерываний беременности, проходит у нас в роддоме. Таких женщин присылают к нам со всей области. Для того, чтобы обеспечить достойной помощью медицинской такой патологии, мы расширили наше отделение детской реанимации с шести коек до девяти. По программе модернизации на 20 миллионов рублей мы закупили технологичное оборудование для детской реанимации. И показатели работы нашей детской реанимации удовлетворены хорошие. Конечно, возросла перинатальная смертность за счет этих родов 500-граммовых, 700-граммовых. Но то, что выше 700-граммов, большей вероятности дети выживают, мы их выхаживаем. Обеспечить такую помощь на селе мы не можем. Поэтому, наверное, должна быть четкая градация тех женщин, которые могут родить у себя на местах в учреждениях родовспоможения первого уровня, и тех женщин, которые требуют помощи в таком учреждении, как наш. В очередь к вам стоят или вы принимаете? Принимаем всех. Принимаем всех по направлению лечащего доктора с любой точки области. Вот вы коснулись вопроса кадров. Женский доктор – это же и психолог, и собеседник, и профессионал, правильно? Хватает ли кадров? Как вы оцениваете уровень профессиональности, профессионализма? Да, кадровый вопрос – это один, наверное, не один, а самый сложный вопрос для здравоохранения. И сложилось это, наверное, в течение длительного времени, когда из-за нищенской зарплаты происходил отток кадров из сферы медицины. И маломальски инициативная молодежь уходила кто в частные предприниматели, кто получал второе высшее образование немедицинское, кто-то уходил в представители различных фармакологических фирм. И, конечно, та государственная политика, которая проводится для повышения уровня заработной платы медицинских работников в течение последних лет, за столь короткое время к результатам привести не могла. И ведь подготовка врача требует как минимум 7 лет. Подготовка акушерки, медсестры – это тоже длительное время, 4 года. А наш медицинский колледж до последнего года в течение 4 лет не выпускал акушерок, потому что не было желающих учиться на этом отделении. И это ведь очень большая ответственность, это большая напряженность, большой спрос, и такой труд должен быть оплачен. Ну и, наверное, второй аспект нехватки кадров – это, опять-таки, финансовый аспект, касающийся заработной платы. Ведь ни для кого не секрет, что для получения достойной заработной платы медицинские работники вынуждены работать более чем на одну ставку. И если мы говорим, что да, зарплаты наших работников, как среднего персонала, так и врачей, соответствуют тем показателям, которые должны быть у нас по области, то коэффициент совместительства у нас остается очень высоким. И вот снизить этот коэффициент совместительства при сохранении уровня заработной платы нынешней – это большая задача, и без государственной поддержки нам с нею, конечно, не справиться. Есть еще один кадровый вопрос, где я могу сказать более оптимистично – это рост профессионализма наших работников. Мы здесь находимся в выигрышном положении, поскольку мы являемся центральной базой. У нас проводится множество конференций научных, множество съездов, где выступают врачи, научные работники, как столичных клиник, так и зарубежных. Все они проходят на нашей базе, нас посещают и приходят на эти конференции, съезды сотрудники других учреждений города, области. Мы следим за конференциями и съездами за рубежом и отправляем туда наших врачей в командировки. То есть мы стараемся поддерживать уровень нашего роддома как межрайонного центра. Ну, счастье мамочке попасть в ваш роддом. Я думаю, да, и надеюсь на это. Однако же, чего не хватает сегодня роддому? Самойловскому, Архангельскому, областному роддому? Ну, наверное, здесь мы опять-таки выйдем из кадрового вопроса. Как вы говорите, что доктор должен быть и врачом, и психологом, и решать, помогать какие-то социальные вопросы. Ну и, наверное, прежде всего он должен быть счастливым человеком, незагнанным. Для этого надо снять с него нагрузку. И сейчас мы проводим информатизацию учреждения по новым методам технологий. Я надеюсь, что это позволит высвободить время. То есть у нас будет информатизация по всему родильному дому. Мы уберем эти множество бумаг. Будем пользоваться электронной сетью локальной по всему роддому. Поэтому к концу этого года мы должны завершить программу информатизации. И тогда высвободится время для того, чтобы улыбаться. На пике находитесь современных требований? Стараемся. Завершение разговора БЛИЦ. Самые счастливые моменты в вашей работе? Конечно. Задуматься. Положить. Нет. Я просто задумалась над тем, как сформулировать. Наверное, будет не очень правильно сказать. Это выживание детей, когда теряешь надежду. Ну, вернее, надежду никогда не теряешь. Но когда очень волнуешься за этих детей. И потом в итоге все складывается хорошо. Ну, а самые печальные? Соответственно, противоположные. Да. А что посоветуете вы с таким огромным стажем кушера-гинеколога более 30 лет, молодым врачам, которые хотят посвятить себя вот этой профессии? Прежде всего, относиться к этой профессии с любовью и творчески. И я вообще считаю, что все надо делать за большую любовь. И тогда ты будешь чувствовать себя счастливым. И будет результат и эффект и в работе, и в жизни. Спасибо, Виктория Григорьевна. Спасибо. На вопросы отвечала главный врач Архангельского родильного дома имени Самойловой Виктория Карамян. За 6 месяцев 2013 года в Архангельском родильном доме имени Самойловой появилось 539 мальчиков и 537 девочек. Кто из них вырастет? Но все они бесспорно заслуживают счастья. Такие у нас дела. До встречи.